Дональд Трамп назвал Барака Обаму худшим президентом США. Кандидат на пост главы государства от республиканской партии написал об этом в своем твиттере. По мнению миллиардаера, Обама доказал собственную несостоятельность уже тем, что допустил Хиллари Клинтон к должности главы Госдепартамента. А она, в свою очередь, дестабилизировала международную обстановку и сделала мир небезопасным. Кроме того, Трамп отметил, что внешнеполитический курс Обамы и Клинтон позволил усилиться террористической группировки ИГИЛ. Таким образом, бизнесмен отреагировал на выпад главы государства о том, что Трамп не способен выполнять обязанности президента. У Трампа, похоже, нет базовых знаний по ключевым вопросам в отношении Европы, Ближнего Востока и Азии. Это значит, что он не подготовлен для того, чтобы выполнять такую работу. Республиканцам следует задаться вопросом, если то, что говорит Трамп, неприемлемо, почему мы его по-прежнему поддерживаем? Обама признал, что ранее у него были разногласия с прошлыми президентами и кандидатами от республиканской партии. Однако он никогда не сомневался в их способности занимать президентское крест. В отличие от Трампа, естественно. Очередная критика в адрес миллиардера посыпалась после высказывания о семье погибшего в Ираке капитана американской армии, мусульманина по вероисповеданию. Родители погибшего выступили на съезде демократической партии, однако со сцены говорил только отец, выходец из Пакистана. После этого Трамп предположил, что глава семейства мог просто запретить своей жене выступать на публике. Многие посчитали, что это высказывание миллиардера граничит с ксенофобией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова